Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилы, с именем я Артур Эдзиатуллин. Вчера у нас вышло очень много интересных новостей, в частности, рынки были озабочены прежде всего сообщением из Белого дома. Хотел бы подробнее обсудить новый план Байдена, именно план государственных расходов. Не успела у нас американская экономика прочувствовать, ощутить эффект от двух таких сильных инъекций фискальных расходов, то есть раундов фискальных стимулирований. Тут же ее готовят к новой, будем так говорить, порции стероидов. Принимать, получать экономика эти стероиды будет аж 10 лет последующих. Байден, собственно, вчера у нас представил план федерального бюджета на 2022 год. Собственно, планирует он потратить 6 триллионов долларов в следующем году на американскую экономику, выплачивать там семьям, модернизировать инфраструктуру, затем вкладываться в перспективы новой отрасли экономики. Затем такой вот еще момент появился, что в течение последующих 10 лет ожидается, что постепенно будут наращиваться государственные расходы и достигнут 8,2 триллиона долларов к 2031 году. Собственно, при вот таком раскладе у нас дефицит бюджетный у правительства США будет увеличиваться ежегодно на 1,3 триллиона долларов. При этом госдолг у нас по отношению к ВП, это соотношение у нас вырастет к вот этому году до 117%. Ну, вроде бы не так на самом деле много, там экономики Японии превышают это соотношение 200%, но все равно сейчас рынки склонны реагировать на эти новости. Хотелось бы заметить, ну, пробежимся по основным классам активов. У нас фондовые рынки положительно, собственно, отреагировали. Мы сегодня видим, вот в общем, да, вот такую вот положительную динамику по фьючерсам, американские индексы, по европейским рынкам. В общем, позитивно они восприняли новость, то, что у нас намечается, возможно, длительное стимулирование американской экономики. Отскочили у нас также цены на металлы, оптимизм на товарных рынках появился, так как, ну, ясно, что часть вот этих расходов, оно как раз-таки пойдет у нас на реновацию экономики. Это все будет сопровождаться повышенными заказами, и это будет, соответственно, повышенный спрос на сырье. Небольшое волнение у нас появилось в долгосрочных облигациях казначейских. Десятилетние трежери, собственно, вчера у нас отреагировали вот этим скачком вверх, и вот, ну, чувствуется небольшая нервозность здесь, потому что интерпретировали рынки, интерпретировали инвесторы вот эту новость как то, что, ну, растет риск, что правительство США будет повышенными темпами занимать, потому что, что его покрывать повышенные расходы, если не хватает доходов, нужно занимать. Это вот, конечно же, первоначальная реакция, нужно понимать. Очень мало еще подробностей по этому плану, они будут позже обнародованы. Также у нас мало информации о том, как Конгресс отреагирует на предложение Байдена, хотя известно, что у нас Конгресс контролируется демократами, и вроде как все гладко должно пройти, так как коллеги по партии, ну, не откажут, не бросят своего, ну, свою коллегу, да, президента, не будет идти ему наперекор. Конечно, этот факт, ну, контроля демократами Конгресса позитивно отражается на шансах одобрения. Неясным остается вот этот такой момент, как могут противостоять республиканцы этому проекту, потому что у них есть возможности, есть какие-то рычаги давления, и, возможно, они будут, точнее, наверняка они будут стопорить этот проект, пытаться это сделать. Вот, и еще непонятно в финальный план расходов, как вот там цифры вот эти все, как вот эта вся математика, она будет отличаться от вот этой представленности, потому что, ну, сейчас это, конечно же, выглядит как попытка США прям сделать свою последнюю, окончательную, окончательная попытка США занять у будущих поколений, чтобы хоть как-то исправить свое положение, чтобы свою гегемонию мировую сохранить. Вот так это сейчас выглядит. Немножко рискованно, будем так говорить, в долгосрочной перспективе для государственных финансов. Ну, ладно, как бы мы все-таки концентрируемся на последствиях для рынка от вот этого предложения. Касательно следующего класса активов, валютный рынок, да, у нас достаточно прохладно, достаточно равнодушно отреагировал на предложение Байдена, собственно. Мы видим, да, то, что, ну, особого движения какого-то здесь не было, вот здесь у нас доллар консолидировался в таком вот диапазоне, вот. И сейчас не успел я, собственно, написать эту статью, подготовить материал, он уже пробивает вот эту вот у нас линию, верхнюю границу вот этого канала среднесрочного, который с апреля тянется, я о нем много говорю, потому что, на мой взгляд, он кажется сейчас основным, вокруг него все вот это разворачивается. Расклад, собственно, такой. Если мы сейчас остаемся выше вот этого канала, если, ну, мы уже пробили, получается, да, проходим выше, если мы здесь как-то закрепляемся, не уходим выше, на следующей неделе остаемся без попыток ухода вниз, то, конечно же, это перспектива просто в сторону вот уровня 90-80, да, потому что мы, во-первых, во-первых, удержали вот здесь, я обсуждал на прошлом видео, если вы посмотрели, то, что вот здесь у нас два ложных вот таких попытка февральский минимум пройти, не получилось, да, чтобы нижнюю границу протестировать, провалились планы, была вот здесь перехвачена инициатива, мы с вами обсуждали, что у нас будет тест вот этой верхней границы. Собственно, он произошел, вот эта консолидация, она со всеми вытекающими последствиями имела вот этот, собственно, пробой движения вверх, я ожидал, что пробой движения будет у нас на вот этих данных, на основной метрике инфляции ФРС, уровень потребительских, инфляция потребительских расходов, это у нас основная метрика ФРС, я ожидал, что на ней будет какая-то движуха, раньше начало это все происходить, собственно, данные могут поддержать вот эту тенденцию, да, движения доллара вверх, если будет какое-то у нас закрепление выше уровня 90-20, точнее, выше не уровня 90-20, а выше вот этого, вот этой границы, если мы сможем у него отскочить и удержаться выше, то на следующей неделе ожидаем рост. Если все-таки мы уходим ниже, не получается остаться выше, то, на мой взгляд, все-таки опять снова инициатива уходит к продавцам, и мы дальше движемся вот в рамках вот этого наклонного трендового коридора, в сторону еще раз повторного теста и затем уже вот сюда. Основной драйвер вот этого движения, напомню, это у нас дивергенция между политиками центральных банков США, ФРС и между другими центральными банками. Напомню, да, то, что у нас сейчас уже ряд центральных банков сделали конкретные заявления, когда они начнут сокращение программы скупки активов, то есть облигаций преимущественных государственных. Скупают они, прекращают они скупать облигации, начинают ставки подниматься по облигациям. Собственно, другими словами мы будем говорить, когда центральные банки начнут свой цикл повышения ставок. Вот, собственно, Банк Новой Зеландии, Банк Великобритании, Банк Канады уже четко дали сигнал, когда они скупки активов, например, начнут сокращать. По ФРС все еще очень мутно, все еще неясно остается, и вот у нас вот эта дивергенция постепенно происходит между центральными банками, и это, конечно же, в совокупности обославляет это движение доллара вниз. Это нужно понимать. Когда у нас ФРС даст сигнал, что все, я тоже присоединяюсь к своим коллегам, даю вам четкие сроки, когда я это делаю, то тогда уж по доллару не так все будет определенно. Не такая степень определенности будет по доллару, какая есть сейчас. А, собственно, по евро-доллару хотелось бы обсудить. Там у нас тоже есть вот такой вот восходящий канал, и мы сейчас, сейчас я вам перспективу покажу, у нас есть этот восходящий канал, такой сужающийся, тянется он как раз-таки с апреля, но так же как по индексу доллара, понятное дело, там евро остановит вклад в индекс доллар, поэтому динамики, грубо говоря, там, ну, зеркальные будут. Вот, собственно, мы сейчас тестируем вот эту границу, нижнюю, да, снова, и следующей, следующей целью будет тестирование вот этой недельной поддержки, да, горизонтальной, это уровень 1,2160. Если мы все-таки здесь евро-доллар устоит выше, да, движение продолжится все-таки отсюда вверх, да, если будет отскок, то можно будет говорить, что все-таки мы остаемся в этом канале, об этом, именно в краткосрочной перспективе, да, мы говорим, мы продолжаем движение вверх. Если нет, вот эта тактическая коррекция доллара вверх, она продолжается, тянет евро-доллар, соответственно, ну, ниже вот к уровню 1,2120, да, вот здесь вот, к уровню 1,21, если это происходит. Вот, собственно, вот этот, сейчас этот тест, вот этой поддержки, горизонтальной 1,2160 является критически важным. Что еще по евро можно отметить? Ряд комментариев чиновников ЕЦБ на этой неделе, не будем как бы перечислить, как именно, суть, да, обсудим с вами, что они, что они пытались сделать. Их комментарии, они были направлены на то, чтобы убедить участников рынка, что они не будут, ЕЦБ не будет в скором времени сокращать программу скупки активов. Это все привело к тому, что, ну, рынок оказался действительно убежден. Тем, что говорили чиновники, у нас за очень короткое время доходность бандов десятилетних немецких, она начала снижаться. Если она снижается, значит спрос на банды растет. Когда рынки ожидают, что со стороны центрального банка будет хороший спрос, то и они тоже за ним как бы стараются это следовать, на это реагировать. Поэтому они тоже влились сюда, доходность снизилась. Из этого делаем вывод, что смогли чиновники ЕЦБ убедить рынки в том, что ЕЦБ пока не собирается сокращать программу количественного смягчения. Для евро это негативный сигнал, это сигнал с минусом. Поэтому мы видим, что вроде бы евро, какой-то поход там был, да, по евро-доллару, поход на 1.22 выше, потом вот как раз таки, если вы посмотрите, да, вот возьмете, посмотрите, научите графики евро-доллара и вот на этот сравните, то вот как раз таки укрепление доходности и сразу там по евро-доллару также неважная динамика пошла, евро лишился фактора поддержки. Но, 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 у нас есть такой интересный фактор поддержки в евро, это спрос со стороны инвесторов в акции. У нас ETF, которые представляются в портфеле из акции стоимости еврозоны, по ним наблюдалось очень большой приток иностранных инвесторов. За последние несколько недель, картинка у меня соответствующая, нет, придется верить на слово, да, но есть, есть такая информация, что у нас вливается иностранные инвесторы именно в акции стоимости еврозоны, это оказывает поддержку евро и вот, как ожидается, будет продолжаться у нас эта поддержка для европейской валюты именно с этой стороны. Собственно, по евро-доллару мы с вами обсудили ситуацию, что там у нас намечается, да, вот на следующей неделе, как, как вообще, какую общую торговлю, да, там вести. Можно вот также заметить, что и по фунту там тоже очень похожая картинка. Мы сейчас вот в этом диапазоне, собственно, находимся. Это у нас диапазон между 1,41 и 1,42. 1,42, да, получается, ну вот чуть выше, да, мы берем зону, да, поддержки, вот эту зону поддержки мы берем, вот между этими двумя линиями. Вот, собственно, у нас был вот тут раз, два, три, четыре, четыре раза было и ничего не получилось. Каждый раз мы снижались, поэтому четвертый вот этот тест, конечно, говорит о том, что пока по фунту есть попытки роста, но также пока там очень сильное сопротивление не дают пока что пойти. Поэтому здесь вот у нас этот диапазон, вот этот нужно его иметь в виду, держать в голове. Мы сейчас рассматриваем с вами, да, возможность ухода от публики теста здесь, закрепление, либо движение здесь, какое-то закрепление. Вот, собственно, на это рассчитываем. Здесь, как мы видим, болтанка. Если мы уходим ниже, закрепляемся вот здесь, то, конечно же, картина по фунту сразу портится, и там ниже уровень намечается. Ну, на мой взгляд, вот в рамках обсуждения индекса доллара, в рамках евро-доллара все-таки наклон у индекса доллара вниз, как мы с вами усудили. Поэтому все-таки вот это движение вниз – это просто очередное вот такое, как и здесь, вот это коррекционное движение перед дальнейшим ростом. Поэтому я все-таки бы рассчитывал на то, чтобы как-то попытаться подбирать небольшими позициями здесь фунт-доллар, рассчитывал на продолжение роста. Ну, в целом я в среднем сроке вижу фунт-доллар, ну, то, что он смотрит наверх, и поэтому рассчитывал на то, что он дальше отправится. Но если, как я уже сказал, набирая здесь, мы видим, что проходит он, прошивает он этот уровень, да, закрепляется, то это сразу отбой по вот этим всем позициям. А иначе это вот эти позиции, они как бы нацелены на продолжение роста. Вот, собственно, это у нас картина по основным валютным барам, по индексу доллара. Разобрали на своем основном новости, и что ждать от следующей недели примерно по основным валютам. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вы хотите увидеть новые выпуски. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте фронт.